Здравствуйте, я Марина Галинина. Это рубрика «Промышленная политика», в которой мы рассказываем и показываем предприятия, работающие в нашей стране и производящие достойную продукцию. Сегодня поговорим о кожевинном производстве. Расположено оно в Рязани, принадлежит группе компаний «Русская кожа». Производят они кожу для автомобилей, но и не только. Впрочем, обо всем подробнее поговорим чуть позже. Я представлю моего сегодняшнего гостя. Это Андрей Алексеевич Низов, генеральный директор Акционерного общества «Русская кожа». Здравствуйте. Добрый вечер. Второй гость у нас опаздывает, немного пробирается к нам по московским пробкам. Это Андрей Валентинович Разбродин, представитель комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству по текстильной и легкой промышленности. Будем его ждать. А пока давайте посмотрим сюжет, который снял мой коллега Денис Демешин в Рязани у предприятия. Ну а потом вам будем говорить. Рязанский кожевенный завод. Основан в 1916 году. Число сотрудников – 2000 человек. Средний возраст работников – 37 лет. Средняя зарплата – 38 тысяч рублей. Автомобильная промышленность является драйвером промышленного развития. И кооперация с такой отраслью дает серьезный толчок к развитию нашей кожевенной отрасли. На этом оборудовании производится специальная обработка, так называемая разбивка. Кожа становится более мягкой, элегантной, приобретает свои специфические свойства натурального продукта. На шкуре животного могут быть царапины, болячки, шрамы. Но ни один из этих дефектов не должен попасть в готовую выкройку, из которой будет изготовлено кресло или руль. Поэтому производится инспекционная сортировка и крой осуществляется так, чтобы готовая продукция была идеального качества. Электронный карандаш. Все происходит в электронном виде. И вешается она на козелок. Потом раскроечник забирает партию и раскраивает ее на раскроечном комплексе. В данный момент станок начинает вырезать фигурой поликалы. После чего из этих деталей будет сшиваться сиденье автомобиля. Автомобильная промышленность работает по очень жестким и четким стандартам. И эти стандарты и требования распространяются в том числе и на поставщиков комплектующих и материалов. Кожа в процессе производства проходит более трех десятков различных операций, шаг за шагом приобретая свои свойства. Представьте, требования износа стойкости к обувным кожам это 20-30 циклов трения, к мебельным 200-300, а к автомобильным 2000 и более. Кожа должна выдерживать воздействие высоких и низких температур, солнечного света, топлива, масла и других загрязнителей. Наша продукция соответствует всем этим требованиям. Данная кожа отвечает всем требованиям экологичности, безопасности. Также обладает высокими эксплуатационными свойствами. То есть нестираемостью, долговечностью в использовании, негорючестью. Ну вот такой получился небольшой сюжет, такая визитная карточка предприятия. Я смотрю, что у вас так все там отлажено. Насколько сложно вообще заниматься выделкой кожи? Да, вы знаете, большое спасибо за вопрос, но прежде всего хотелось немножко небольшой, но экскурс в историю сделать. Написано было, что завод был открыт и функционирует с 1916 года. Конечно, эти помещения у нас в Рязани сохранились, но тот завод, который вы видели на сюжете, он был построен в 1988 году. Был запущен в эксплуатацию, это было принято решение тогда Верховного Совета СССР. Сейчас я вас буквально минуточку прерву. Приехал Андрей Валентинович. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Заждались вас. Не доехать. Спасибо, что добрались. Завод был построен и запущен в эксплуатацию в 1988 году. Но вы знаете, те годы достаточно сложные для страны. И действительно, он, несмотря на то, что был запущен, затем были сложные периоды, которые привели к тому, что завод полностью остановился. И вторая жизнь завода началась уже, наверное, в 1996-1997 году, когда он получил название и статус Акционерного общества русской кожи и возродил свою деятельность. И в настоящее время мы считаем, что это действительно самый крупный завод не только в России, но и в Европе. У нас трудится порядка 2000 сотрудников. Площадь завода составляет порядка 140 тысяч квадратных метров. Мы перерабатываем до 5000 штук шкур в день, которые позволяют нам делать в день площадь, сравнимую с кожей, сравнимую с футбольным полем. И, естественно, для нас то, что вы сейчас видели в сюжете, говорится об автомобильной коже. Но на самом деле мы, прежде всего, завод, который производит обувную кожу. И в связи с этим, так сказать, видов обувной кожи тоже, как вы представляете, не один. Это есть и фэшн-сегменты, есть сегменты, которые связаны со средствами индивидуальной защиты, применяемые в тех или иных видах отраслях промышленности. Мы выпускаем галантерейную кожу, мы выпускаем мебельную кожу, мы выпускаем кожу для автомобилей, как вы видели. Мы выпускаем кожу для салонов самолетов. Вот это вот то, что вы привезли, это какая? Здесь это в основном мебельные артикулы, да. Мы выпускаем кожу для салонов самолетов. И последние наши изыскания, в том числе, я буду, так сказать, говорить, может быть, даже и научные, они связаны с тем, что мы разработали и получили технические характеристики соответствующей кожи, которая могла бы применяться в железнодорожном транспорте. Это связано было с многими процессами, в том числе и текущими в легкой промышленности. Дело в том, что количество обуви из кожи, оно на протяжении последних лет уменьшалось, уменьшалось в связи с тем, что появлялись новые материалы, это различные виды текстиля или мембранных тканей, Гортекс, Шелпро или любые другие. И люди выбирали, может быть, более дешевый, но отчасти, как им кажется, более комфортный продукт. И в связи с этим количество обуви, сделанной из кожи, действительно становилось несколько меньше. Давайте, Андрей Валентинович, дадим высказаться как раз по легкой промышленности, по производству кожи. Что у нас сейчас в стране с этим происходит? Умирает у нас легкая промышленность, медленно, но верно? Или все-таки мы пытаемся как-то взбить масло в кувшине? Ну, хорошо вы сказали в конце. Мы пытаемся, конечно, взбить масло в кувшине, хотя ситуация, скажем так, на сегодняшний момент, но ее в полной мере радостной назвать нельзя. То есть есть сегодня, безусловно, ряд правительственных мер по поддержке. И, в частности, вот в прошлом году ряд мер обсуждались как раз на русской коже в Рязани при участии нашего президента Владимира Владимировича Путина. Ну, скажем так, сегодня мы в целом живем в мире, в котором по нашему направлению, то есть по текстильной легкой промышленности, мы живем в условиях классического кризиса перепроизводства. То есть сегодня количество в мире производственных возможностей, оно значительно выше, чем чистый спрос в мире. И, ко всему прочему, не только в России, к сожалению, кризисные явления, но и по всему миру они тоже имеют определенное, как говорится, хождение. И поэтому спрос в целом падает, наверное, сегодня можно отпить по-разному, конечно, но везде. То есть как бы реальных драйверов для того, чтобы простым способом преодолеть этот кризис перепроизводства, на сегодняшний день по сути своей нет. Поэтому мы живем в условиях жесточайшей конкуренции и очень серьезной поддержки отраслей в тех странах, которые, ну, серьезно поставили на эти отрасли. Такие страны, как Китай, Турция, Индия, ряд других стран. Сегодня в целом даже Евросоюз, он уже принимает ряд мер в обход традиционных, как говорится, корзин запрещенных ВТО по корзинам поддержки. То есть они, я не буду сейчас просто тонко на этом останавливаться, но поверьте мне, они сегодня ищут эти способы, частично их находят и вводят, и ими пользуются. Поэтому, безусловно, мы не можем сказать, что сегодня мы остались без поддержки и без помощи, и не пытаемся, как вы сказали, сбить масло. Но можно сказать, что сегодня мы должны понимать, насколько важна отрасль для страны, и наши коллеги в правительстве должны это тоже понимать. И, конечно, уровень поддержки, на наш взгляд, должен быть более разнообразным и качественным количеством. Андрей Алексеевич, вы ощущаете поддержку? Андрей Валентинович об этом уже достаточно подробно сказал. Вместе с тем, на некоторых видах и аспектах поддержки мне хотелось остановиться несколько более подробно. Завод действительно под пристальным вниманием, в том числе не только торгово-промышленные палаты, но и прежде всего министерство. У вас же совместный проект какой-то, да, там и деньги выделены на расширение производства. Ну, в торгово-промышленные палаты деньги не выделяют. Ну, понятно, да, естественно, что вы его конкретно. Да, прежде всего мне хотелось немножко поподробнее об этих проектах вам рассказать. Ну, самым масштабным проектом, который мы сейчас, русская кожа осуществляет, это прежде всего строительство завода, кожевенного завода полного цикла в Сибирском федеральном округе. Это Алтайский край. Завод мы планируем, что будет запущен в декабре, буквально, так сказать, через шесть недель, в декабре месяца этого года. Сумма инвестиций, которые с помощью правительства, в том числе, и не только это, не только собственные деньги русской кожи, это прежде всего и, так сказать, и наши, и те меры поддержки, которые нам оказывали различные виды. Министерство промышленности и администрация Алтайского края оказывали поддержку. Более того, на месте строительства завода, вернее, место строительства завода, Алтайский край, город Заренск, стал территорией, опережающей социально-экономическое развитие. И в рамках этого были выделены определенные средства, которые помогут заводу и функционерам. Ну, это еще и рабочие места плюс, конечно же. Мы надеемся, что мы, ну, не только, значит, ну, прежде всего, место, наверное, было выбрано нами не случайно, потому что мы считаем, что порядка 20% поголовья крупного рогатого скота, а шкуры крупного рогатого скота, прежде всего, являются источником и сырьем для нашего производства, сосредоточено именно в Сибирском федеральном округе. Это логистическая близость к странам Юго-Восточной Азии, в частности, Китаю, который является основным потребителем, наверное, кожи и, вообще-то, так сказать, основным лидером в легкой промышленности. Андрей Валентинович об этом сказал, но если мне не изменяет память, где-то порядка 25% ВВП Китая дает как раз легкая промышленность. Это и рабочие места, созданные в том числе, и это развитие Сибирского региона, и рабочие места, созданные здесь в регионе, мы думаем, что количество рабочих мест будет порядка 200, а может быть, при полных мощностях и выше. Поэтому искренне надеемся, что завод, так сказать, будет иметь, займет достойное место, и мы считаем, что за уральскими горами на территории Российской Федерации крупных перерабатывающих производств, выпускающих такой нужный, важный людям продукт, как кожи, нет. Поэтому надеемся, что у завода будет будущее, и мы каким-то оптимизмом осмотрим в это будущее. Андрей Валентинович, смотрите, в наше время вообще услышите от человека, что мы строим еще новый завод сейчас, при том, что сейчас такие сложности и с финансированием плохо, и с кредитованием плохо и так далее. Насколько часто приходят предприниматели с конкретной просьбой «помогите построить такой-то завод?» «Мы хотим». И удается ли это? Потому что ведь старое оборудование, старое здание, старые заводы, понятно, но ведь нужно что-то современное. Знаете, конечно, мы все, скажем, сегодня, как представители отрасли, безусловно, гордимся теми результатами, которые русская кожа на сегодняшний день достигает. Они, конечно, большие молодцы. А остальные? Но в целом это, конечно, не именно такой результат, и в таком виде это, конечно, нетипичная ситуация. Хотя есть сегодня и инвестиционные проекты в отрасли, к сожалению, их не так много, как хотелось бы. Вот, они есть, но пока это имеет не системный характер. Это в основном, скажем, в очень специфических отраслях, вот как в частности кожа, где основой является натуральный продукт. А сырья, кстати, хватает вообще? Ну, на сегодняшний день в полной мере сырья, конечно, не хватает, хотя сделано для этого тоже немало. То есть есть и запрет на вывоз сырья из России. Вот, сегодня отрабатываются меры по изменению ветеринарных требований для завоза сырья, качественного сырья из стран, потому что была нестыковка, и это было препятствием в определенном смысле для того, чтобы быстро и качественно завозить именно качественное сырье, которое нужно вот сегодня для производства, прежде всего, русской кожи. А нам своего сырья не хватает? Ну, насколько я знаю, пока что нет. В полной мере не покрываем. Поэтому, понимаете, вот есть победы, как говорится, безусловно, в ряде направлений, о них можно говорить и нужно говорить, но в целом пока что вот мы знаем с вами результаты промышленности за вот текущий год, об этом много говорили представители разных ведомств, то есть они, к сожалению, не позитивны, особенно в обрабатывающих отраслях, и наша отрасль не исключение в данной ситуации. То есть идет дальнейшее падение спроса, то есть пока что, в общем-то, доходы населения в том объеме, в котором это нужно, чтобы переломить ситуацию, пока что не выросли к этому, пока нет драйверов. Ну, посмотрим, в общем-то, что будет происходить дальше, потому что меры, конечно, предпринимаются, но для этого нужно определенное время, определенные условия, посмотрим, что будет происходить в ближайшее время с санкциями. Это не последняя, как говорится, в цепи проблем, с которыми мы сталкиваемся. То есть санкции все-таки сказываются сильно, да, на этом? Ну, конечно, сказываются. То есть с кем-то они сказываются напрямую, у кого-то они сказываются через то, что изменилась, естественно, система денежная, то есть денежно-финансовая, то есть приток иностранного капитала серьезно ограничен, вот, поэтому это, в общем-то, влияет, безусловно, на определенные процессы, вот, но, на мой взгляд, это уже вот пиковые вещи в этом направлении, пиковые значения, они в значительной степени пройдены. Это вопрос, какими мерами и как правительство будет решать вопросы именно движения вперед и развития. Но решать хотя бы готово, хоть желание? Ну, в данной ситуации это вопрос к нашим руководителям, что будет дальше, да. Мы со своей стороны можем выступать только как со своими предложениями, идеями, что мы постоянно и делаем и как торговая палата, как комитет торговой палаты, так и я еще являюсь членом, руководителем, президентом Российского Союза, производителей текстильной и легкой отрасли, поэтому с этой стороны тоже мы это делаем. Сегодня у нас как раз было собрание по этому поводу, мы там отрабатывали некоторые предложения. Поэтому вопрос и задача состоит в том, чтобы их услышали, чтобы они были грамотно восприняты и дальше применены. Ну вот вы привезли, дайте прямо вот покажу, какое качество этой кожи. Ведь выделка просто вот шикарная, она и мягкая. Это мебельная, да, я так понимаю, варианты. Вот мы по поводу цены, можем ли мы конкурировать там с тем же Китаем или какими-то еще, еще с другими странами, которые, вы пока говорите, а я тут понаслаждаюсь. Вы знаете, на наш взгляд, безусловно, да. И это связано, и нынешняя ситуация, в том, в котором находится наше предприятие, показывает это на фактах. Мы где-то процентов 38 нашей продукции поставляем на внутренний рынок. 10% нашей продукции уходит на страны бывшего Советского Союза или СНГ, как мы принято их сейчас называть. 33% нашей продукции экспортируется в Европу, 18% нашей продукции экспортируется в страны Юго-Восточной Азии. Таким образом мы показываем, что если взять полностью соотношение потребления на внутреннем рынке и потребления на экспорт, то даже экспорт несколько превышает потребление на отечественном рынке. Вместе с тем, вот Андрей Валентинович достаточно подробно об этом рассказал, что существует определенное снижение спроса. И мы в этой связи были вынуждены рассматривать возможные проекты диверсификации нашей продукции. И в связи с этим у нас кроме обувной кожи появилась мебельная кожа. Мы выпускаем порядка 2 миллионов дециметров мебель. Это не щупальцы, это дать возможность предприятию развиваться. Предприятие на протяжении последних, наверное, 4 лет, с помощью в том числе и тех мер поддержки, которые существуют в нашей стране, достаточно серьезно модифицировалось. То есть модификация и модернизация производства у нас продолжается и по сей день. Мы используем всяческие, все возможные способы улучшить наши качественные показатели. Вы будете крайне удивлены, но у нас кроме мер материальной поддержки, мы испытываем меры организационной поддержки. В частности, у нас есть совместный проект с производственными системами Росатома. С одной стороны, где кожа, где Росатом. Но Росатом позволяет нам наладить и в том числе внедрить те процессы бережливого производства. Значит, буквально сегодня у нас на территории Рязанского кожевиного завода произошла встреча с сотрудниками Федерального центра компетенции, деятельность которого тоже должна быть направлена на повышение производительности труда. Поэтому и модернизация производства, и повышение производительности труда абсолютно точно, мы надеемся, сделает нас конкурентоспособными, в том числе и по ценовому сегменту, который сейчас есть. Прежде всего в странах Юго-Восточной Азии, в Китае. Давайте дадим возможность высказаться нашим зрителям. Нам дозвонилась Людмила из Московской области. Людмила, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Ну вот я Рязань, Рязанскую обувь покупала, ботиночки зимние, на меху, на натуральном, и босоножки на каблучке. Вы знаете, я уже ношу их почти что, ну, наверное, лет восемь. Это уж точно. И только подбиваю каблучки кожаных ухо, и в дождик, и в так. Так, ничего не делается. Хочу сказать спасибо производителям вот такой обуви. Побольше бы такой обуви было у нас в России. Спасибо большое. Вы видите, вот люди звонят, говорят спасибо. Еще есть Владимир из Ульяновской области. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Вас беспокоит пенсионер Сульянска. В советское время были пункты приема кож сырья. Я работал заведующим МТФ. У нас план был. Каждую кожу мы сдавали по отчету в пункте приема. Частники держали скотину. Такая же история издавали. А сейчас, в настоящее время, держат скот. Некоторые из всего же пчелых остались. Кожу, вообще, ко сырье невозможно. То есть некуда ее сдавать, получается. Мы просто выбрасываем. А ведем за границы этот весь хлам, который невозможно. От детской обуви воняет дохлыми крысами, извините. Невозможно носить. Когда наше правительство обратит на это внимание? Владимир, я вас поняла. Спасибо большое за ваш звонок. У нас просто время ограничено. Не знаю, можно ли организовать сбор такого сырья у людей, если оно, это сырье есть. Как у нас с этим? Ну, понимаете, то, что раньше называлось потребкой операции, система Советского Союза, это была чисто такая государственная структура. Сегодня, понимаете, в разных направлениях это существует. Например, таким образом организовались некоторые структуры. Они собирают, например, пух-перо на территории России. С кожами несколько другая ситуация. То есть ситуация более сложная. Здесь очень важны ветеринарные требования, их соблюдение и так далее. Ну, то есть нормативы, которые... Потому что, понимаете, был очень жесткий в свое время в Советском Союзе, был очень жесткий контроль, в том числе... То есть понятно, что количество скотина на подворьях было несколько меньше все-таки, наверное, чем в колхозах. И поэтому требования были очень высокими. Получить, как говорится, буренку в пользовании можно было только с ветеринарным свидетельством. И все это очень серьезно контролировалось. Поэтому работа по требкооперации была очень завязана на разные вещи. То есть сегодня в значительной степени это развалилось. И, конечно, ну, наверное, нужно разумно легатировать этот вид деятельности. То есть его нужно выстраивать, потому что он, безусловно, сегодня требуется. То есть это одна из форм повышения, как говорится, возможностей сбора сырья. Потому что далеко не все сырье, там, оно плохое и так далее. Но это требует определенных мер, и прежде всего правительственного регулирования. Потому что, ну, на тех условиях, как это выглядит сегодня... В общем, опять все упирается в правительственное регулирование. Ну, а всегда, понимаете, как говорится, есть организующая роль. То есть если выгодно заниматься этим бизнесом, то им будут заниматься. Это всегда так. То есть вот я вам привел пример с пух пером. Там сегодня ситуация, она для конкретных сборщиков и организаторов этого дела, она выгодная. Они и занимаются. То есть поэтому у нас, будем говорить, есть этот продукт не только из фермерских хозяйств, но и из личного хозяйства. Ну, и буквально у нас там полтора минутки остается. Конкуренты ли вам те, кто производит искусственную кожу? Просто много ли спрашивают об этом телезрители в СМСках? Я уже не стала читать все, но так вам общила. Большое спасибо за вопрос. Мы считаем, что все-таки натуральная кожа – это более экологичный продукт. Это тот продукт, который не закрязняет окружающую среду. Это тот продукт, который более долговечен. И мы, конечно, настраиваем всех наших партнеров, что стараться надо работать все-таки с натуральным продуктом. Искусственная кожа, конечно, она замещает где-то натуральную и является, так сказать, нам конкурентом. Но в то же время, если взять суммарно, и в том числе начинает влияние на окружающую среду, и, так сказать, и носкость, и долговечность этих продуктов, они, конечно, несколько меньше. Ну и вообще приятнее, я как женщина вам скажу. Спасибо большое. Поэтому мы, конечно, стремимся, чтобы было больше натурального продукта. И это очень важно для нас. Мы стараемся, так сказать, и всем насаждать эту точку зрения. Спасибо вам большое. Ну что, я вам удачи желаю. Вам плодотворной кооперации. И я надеюсь, что нас сегодня услышали, и какие-то проблемы будут решены. Спасибо большое. У меня в гостях был Андрей Алексеевич Низов, генеральный директор Акционерного общества «Русская кожа». И Андрей Валентинович Разбродин, председатель комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству текстильной и легкой промышленности. Спасибо. Спасибо. Спасибо.